Здравствуйте! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на метафорических ассоциативных картах на такую тему. Насколько человек искренен по отношению к вам? Насколько он без фальши, без какой-то с вами общается? Насколько он говорит правду о своих каких-то чувствах, переживаниях? Насколько он не прячет перед вами свое лицо, а именно ведет себя так, как этот, и внутри себя ощущает так же, как и снаружи. Насколько человек искренен по отношению к вам? У нас с вами будет 6 позиций по одной карте. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед, сейчас идет запись на 26 февраля. Поэтому спешите, пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте, а также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте, диагностика, сканирование целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в Инстаграм, там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь. Хочу обратить ваше внимание на мои психологические консультации. То есть мало того, что я для вас провожу ритуалы различные, которые улучшают вашу жизнь. Мало того, что вы можете через меня записаться на консультацию по тета-хиллингу с 50% скидкой у Владимира. Но я еще и провожу психологические консультации. Стоит такая консультация 1200 в час, как у любого психолога. Но при этом я все равно с помощью ясновидения вижу, что именно у вас надо выкопать, на что лучше обратить внимание, на что переключить ваше внимание, чтобы хоть как-то решить ваши текущие проблемы именно психологического плана. И может быть даже избавить вас от каких-то психологических травм. Поэтому возвращайтесь, записывайтесь тоже на 26 февраля. Есть записи, мы можем с вами поразбирать. И для вас это будет действительно трансформация вашего сознания. Раз уж мы сейчас занимаемся гаданием на ассоциативных метафорических картах, то как раз и в пору поговорить о психологических консультациях. Разбираю я любые ваши темы, любые ваши переживания и переживания по отношениям тоже. Кстати, знайте, что ни один психолог не будет разбирать отношения к вам вашего мужчины и ни в коем случае не будет с вами разговаривать о том, как относится человек и что. А у меня идет консультация в немножечко другом формате, когда мы можем наоборот с вами голосовыми сообщениями в Viber, WhatsApp или ВКонтакте обсудить наоборот вот этот момент, что даже ваши какие-то личные отношения и именно с той стороны тоже. То есть не только с вашей стороны, еще с той стороны. Это очень важно для вас. Итак, перед вами 6 позиций по одной карте. «Насколько человек искренен по отношению к вам?» И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, «Насколько человек искренен по отношению к вам?» Вышла карта «Мусор». Карта «Мусор» говорит о том, что у человека нет искренности по отношению к вам. Все равно есть момент, что данный человек относится внутренне к вам несколько нехорошо. То есть есть такой момент, что человек испытывает какой-то внутренний негатив по отношению к вам. И несмотря на внешнее проявление, может быть, даже каких-то положительных своих эмоций, внутри у него сидит какая-то обида. Обида эта связана с тем, что вы нелицеприятно когда-то с ним поступили, как ему кажется. Может быть, что-то сказанули в его сторону, в его адрес этого человека. И в нем вот это сидит. Водоворот карта показывает, что иногда человека захватывают по отношению к вам негативные эмоции и чувства. И даже иногда вы видите, что это все прорывается сквозь семью эмоциональную маску доброжелательности или нейтральную маску. То есть вы прям можете это замечать, что у человека прорывается какая-то обида или злость. И когда прорывается, это значит, что его настолько захватил этот момент, что он уже даже не может скрывать это. И когда вы видите в нем какие-то метаморфозы, и вам кажется, что вам… Вот кажется мне или нет, что есть что-то, то вам не кажется. У человека внутри что-то по отношению к вам нехорошее сидит. Может быть, вы даже понимаете, о чем речь. И когда-то действительно задевали этого человека чем-то морально. Может быть, поступали с ним как-то неправильно. Вот, допустим, у меня была ситуация с одним человеком, что человек лежал в больнице, а я за две недели пришла к нему всего два раза. И этот человек вспоминал это 15 лет подряд. Поэтому давайте проанализируйте первая позиция. Проанализируйте, что такое могло там быть, за что можно зацепиться данному человеку сознанием и на что чуть-чуть так, знаете, так в душе обижаться на вас. Хотя внешне этого, может быть, даже и вообще не показывать. Но вот даже злинка в глазах, и все равно вы это заметите. Вот такая вот позиция номер один. Нет особой искренности. Тут именно на фоне какой-то обиды. Позиция номер два. Искренен для человека по отношению к вам. Кирпичи. Вы знаете, тут идет карта стена, карта кирпичи, которая, знаете, о чем говорит? О том, что у человека, скорее всего, обычно непроницаемое выражение лица. То есть, что за этим непроницаемым выражением лица? Мы сейчас посмотрим. Но этот человек действительно умеет контролировать какие-то свои негативные эмоции, даже если они есть. Видите, идет карта смятая бумага. Это знаете, что означает? Нет, это есть такая фраза даже. Наша душа, как чистый лист бумаги. Когда появляется обида, этот лист комкают. И как не пытаются его потом расправить, это уже бесполезно, заминки все равно останутся. То же самое человек чувствует по отношению к вам. То есть, тут и карта стена выпала, да? Что человек как-то непроницаем по отношению к вам. Может быть, даже он ровно на вас смотрит, ровно с вами разговаривает. Но внутри у него уже сидит то, что когда-то было нарушено его душевное равновесие по отношению к вам. И карта дождь говорит о том, что его сердце может плакать. И вы знаете, искренность тут только может проявляться в том случае, если вы спрашиваете про человека, с которым у вас разрушены отношения. И да, он искренен по отношению к вам, что с вами не разговаривает, не общается, потому что он обиделся внутри. Если вы спрашиваете про человека, с которым вы будто бы хорошо общаетесь, будто бы хорошо разговариваете, и будто бы у вас с ним нормальное отношение, то я вам так скажу, что вот эта стена, это непроницаемость его в лице, да? А внутри у него кошки на душе скребут, и он вам этого просто негатива по отношению к вам не показывает. Но тут опять же именно сильные слёзы, печаль, обида были с вами связаны, и это как бы осталось внутри. Даже несмотря на то, что человек это пытается отпустить и забыть. Такая позиция номер два. Причём вы, может, даже и не думаете об этом. Третья позиция. Искренен ли человек по отношению к вам? Да что ж сегодня? Вышла карта цепи. Цепи говорят о том, что человек, в принципе, не может быть по отношению к вам искренен. По каким-то своим причинам, блокам психологическим. И также это может быть сильная загруженность жизненными обстоятельствами, невзгодами, тяжестью какой-то. То есть он, в принципе, априори не может быть с вами полностью искренен, этот человек. Карты говорят, что человек внутренне к вам хорошо относится. Но, скорее всего, либо между вами тяжёлые отношения, либо у него очень много в жизни тяжёлых обязанностей, блоков, программ, комплексов, неполноценностей, думок разных, цепи. То, что его держит, то, что его тянет вниз. Однако хорошее отношение к вам есть внутреннее. Есть, может быть, даже личное отношение, любовь или дружба, привязанность, забота какая-то, романтическое увлечение. Но при этом, знаете, как будто этот человек просто не может показывать всего, не может всего выявлять на своём поведении по отношению к вам. Знаете, как будто бы расскажи обо всех проблемах, своих трудностях каких-то. Прямо боится, что, может быть, даже и потеряет ваше общение. Тут, если вывалит все проблемы на вас, может, вы правда уже и разочаруетесь. Ну, такая вот третья позиция. Он не хочет, чтобы вы разочаровались, этот человек. Позиция номер четыре. Искренний ли человек по отношению к вам? Карта чёрная получилась, да. Чёрная карта, карта пустоты. Карта говорит о чёрной душе, о том, что человек может оказаться, ну, знаете, как слишком тёмной душой, слишком испорченный человек, я это называю, да. Карты говорят о том, что у человека идёт психологическая травма не от вас, а от прошлых каких-то отношений или общения, или от прошлой жизни. Человек к вам относится хорошо, с вами искренен, но душа его темна, душа его черна, или от негатива черна, или от психологических травм, сбоев, сильнейших каких-то потерь, переживаний чьей-то смерти, не знаю. То есть в чём-то у него прям, знаете, есть такое выражение «ночь души» даже, да. Когда человек переживал большие потери когда-то в жизни. И с вами, в принципе, этот человек честен, искренен, но при этом здесь показаны карты таких очень тяжёлой душевной травмы, когда если согласно этой травме ему придётся с вами общаться или о чём-то в этом духе, то он просто промолчит. Не во всём-то он с вами будет откровенен и расскажет обо всём, да. И какая тут искренность, тут неискренность, тут будет полное игнорирование, молчание. Хотя к вам хорошо относится человек и у него есть к вам романтическая привязанность, может быть, даже эта привязанность тянется из прошлого. Если вы давно связаны, то тянется действительно, но затык какой-то вот прям есть, такой негатив прям в этом человеке. Тяжесть такая. Ну такая вот позиция номер 4. Позиция номер 5. Искренен ли этот человек с вами? Ёжик. А вы знаете, ёжик, если вам человек сейчас показывает свои иголочки, ну так общается грубо, резко, ну прям ежится вот, да, вот так и говорят, а что ты как ёжик всё время так остро всё воспринимаешь, то он с вами искренен. То есть, какой есть, такой есть. А вот если он с вами ути-пути общается, такой весь добренький, то знайте, что, видите, кровь. Внутри-то этот человек чем-то на вас обижит, страдает. Причём страдает из-за каких-то своих именно романтическо-любовных к вам переживаний. Ревность может быть, сердце кровью от чего-то обливается. Может, не вместе вы, да. И тогда, да, человек искренен, что вот вы, если не вместе расстались, он весь такой ежистый. Но при этом у него есть к вам и любовь, и сильная душевная такая рана, когда человек всё даже драматизирует так сильно. Ну тут вот такие два варианта. А если в лицо показывает, что он весь такой влюблённый, нет, знайте, что у него внутри сидит обида. Обида, чем-то вы его обидели, и он вам этого просто не говорит. И обманывает вас о том, что у него всё супер и хорошо внешне, да. Ну такая вот позиция номер пять. Тут какой-то эгоистик такой, знаете. И шестая позиция. Искренен для человека по отношению к вам таракан. Нет, здесь плут. Таракан – это у нас всегда шустрый плут, гадкий. Здесь человек вас конкретно прям обманывает. Именно врёт по какому-то вопросу, по какому-то поводу. Или по нескольким даже поводам, да. Или просто дурит вам голову. Видите, чистый лист падает, звёздное небо и перчики. Человек может внешне показывать, что у него к вам страсть, заинтересованность. Пудрит вам мозги. Таракан язвительный. Хочет обвести вас вокруг пальца. А если этот человек выглядит к вам нейтрально, то этот жуткий, шустрый таракан хочет вывести вас на эмоции своей нейтральностью. А на самом деле внутри испытывает к вам жгучую страсть и мечтает о вас. Ну вот по шестой такие два варианта есть. Так что у кого как проиграется. Такие у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока! Пока!